Здравствуйте! Хочу показать вам своих перепелочек. Мы стали их заводить и держать, потому что у меня аллергия. А яички перепелиные, они помогают снять аллергию, особенно когда они теплые, выпивающих соком, например. И аллергия, знаете, теплые яйца перепелиные, они действуют как антигистаминное средство. Но оно не вредное, а не то, что, например, какой-то зодок принимать или другое антигистаминное лекарственное средство. Вот, перепелочек мы держим немного. Обычно это где-то 25-30 несушек. Это вполне достаточно для семьи из трех человек. Ну, еще и угощаем своих родственников. Вот. Мечки мы выводим, перепеляточек мы выводим в инкубаторе. Инкубатор у нас самый простой, обыкновенный, несушный. Курочки, перепелочки, видите, уже общипанные немножечко, потому что это вывод был июльский. Сейчас у нас середина ноября. Вот. Ну, не знаю, сколько еще они у нас продержатся. Зимой-зимой я не знаю, будем мы держать или нет. Все зависит от того, какая будет у нас температура воздуха в курятнике. Это первый год, когда мы зимой держим. Обычно мы держали именно летом. Потому что у меня в июне аллергия наступает, когда цветет трава ежа. Вот. И только на лето мы их брали. В этом году мы решили оставить на зиму, сколько в этот год возможно. Сейчас в курятнике у нас 13, где-то 16 градусов. Вот, когда был мороз, минус 18 на улице, у нас было плюс 11. Вот. А сейчас температура воздуха на улице достаточно высокая. Ну, 0, наверное, или минус 1. Снег идет. А в курятнике уже плюс 16. В принципе, еще петушки есть. Петушки еще пока рабочие. Вот тоже, думаю, может быть, заложить яичко. Но боюсь, что перепелочки у меня маленькие, мелкие и померзли. Для них нужно очень-очень теплое помещение. Вот. Вот такие у нас перепелочки. Спасибо всем за просмотр. Всего доброго. До свидания.